Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим самый вкусный пасхальный кулич. Для приготовления нам потребуется 250 грамм сахарного песка, 150 грамм сметаны, 150 миллилитров молока, 150 грамм мягкого сливочного масла, 3 отборных яйца, яйца лучше взять покрупнее, 750 грамм муки, пачка трощей весом 11 грамм. Также нам потребуется для начинки 100 грамм изюма и 100 грамм грецких орехов. Тесто готовится легко, безопарным способом нам необходимо взбить яйца и сахарный песок. Взбиваем с помощью миксера. Во взбитую смесь добавляем сметану и все перемешиваем венчиком. Вот таким образом. Теперь добавляем мягкое сливочное масло, оно должно быть комнатной температуры. Добавляем масло, также размешиваем с помощью венчика. Если кусочки масла останутся, ничего страшного. Мы будем добавлять теплое молоко, даже не совсем теплое, а горячее, но не кипяток. То есть, если вы окунете в молоко палец, палец должен как бы держать эту температуру. То есть, примерно около 40-45 градусов температура молока должна быть. Теперь добавляем молоко. Вливаем горячее молоко. Видите, идет небольшой пар. И сразу размешиваем, чтобы масса получилась теплой, но не горячей. В эту же массу всыпаем муку. Пока муку полностью не размешали, добавляем дрожжи. Всыпаем все дрожжи. Размешиваем, постепенно добавляя оставшуюся муку. Когда венчиком мешать уже тяжело, вмешиваем муку руками. Вот такое тесто по консистенции должно получиться. Оно достаточно тугое, но слегка липнет к рукам, как вы видите. Теперь поставим его на расстойку в теплое место. Я выкладываю тесто в чашу мультиварки. Можно поставить просто к батарее в теплое место. Закрываю крышку мультиварки. Выбираем режим йогурт-тесто или мультиповар 40 градусов. Растаиваем не менее часа. Изменим время. Час 10 у меня. Нажимаем старт. Прошло час 10. Вот так поднялось тесто. Это минимум, как оно должно подняться. Можно еще поставить на расстойку, чтобы оно поднялось больше. Тесто сдобное, достаточно тяжелое для подъема. Поэтому время для подъема теста можно увеличить. Теперь достаем тесто. Нам необходимо вмешать орехи, которые я порезала не очень крупно. И изюм. Изюм необходимо предварительно промыть и обсушить. Итак, в тесто добавляем изюм. Также добавляем орехи. Орехи или изюм можно заменить на цукаты. Или просто добавить еще цукаты. Чтобы легче было вмешивать изюм и орехи, добавим горсть муки. И теперь вмешиваем все вместе. С краев в середину. Вот таким образом. Изюм и орехи должны распределиться равномерно по всему тесту. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом дно и бока. У готового теста у меня получилось 1 килограмм 800 грамм. 1,4 кг я выкладываю для выпечки кулича. И 400 грамм я отдельно испеку булочки. Потому что тесто при выпечке поднимается. Чтобы оно у нас в итоге не прилипло к верхней крышке, лучше разделить. Можно взять 1,5 килограмма и 300 грамм. Примерно. Но все тесто для выпечки не подойдет. Теперь нам необходимо снова поставить на расстойку. Как вы видите, после того, как мы вмешали изюм, орехи, я добавила муки. Ну, такую достаточно крупную горсть. То тесто у меня абсолютно не липнет. То есть, вот такое однородное оно должно получиться. Снова ставим на расстойку. Для этого закрываем крышку мультиварки. Если у вас есть режим хлеб, как у меня. Будем готовить на режиме хлеб. То есть, час будет хлеб растаиваться. Нажимаем старт. Час оно будет выпекаться. И через 2 часа после начала старта хлеб необходимо будет перевернуть. Если режима хлеба у вас нет, тогда используйте режим мультиповар 40 градусов. И 1 час тесто у вас будет растаиваться. После чего час ставите на выпечку. Переворачиваете кулич. Через час еще раз на час. Итак, до конца работы программы остался 1 час. То есть, у меня час стоял на расстойке кулич. И час выпекался. Теперь открываем. Видите, как хорошо он поднялся. С помощью корзины пароварки переворачиваем и запекаем в верхнюю сторону. Итак, кулич я перевернула. Закрываем крышку. И допекаем оставшийся час. Прошел еще час. Итак, кулич у нас готов. Достаем. Итак, кулич у меня готов. Осталось приготовить глазурь. Теперь приготовим заварную белковую глазурь для кулича. Для этого нам потребуется белок от 2 яиц, 40 миллилитров воды, 100 грамм сахарного песка и полторы чайные ложки сока лимона. Итак, я отделила белки от желтков. В белки добавляем соль на кончике ножа, то есть совсем чуть-чуть. Нам необходимо взбить в крепкую густую пену. Начинаем взбивать на небольших оборотах, постепенно увеличивая скорость. Итак, у меня прошло 2 минуты. Как вы видите, белок держит форму, не выпадывает. Характерные рисунки от взбивания появились. То есть у нас, в принципе, белковая масса готова. Теперь нам необходимо варить сироп. В чашу мультиварки высыпаем сахарный песок. Мультиварка у меня еще горячая, мы готовили в ней кулич. Заливаем это все водой. Готовим сироп на максимальной температуре, то есть выбираем режим жаркой и нажимаем старт. При варке сироп необходимо постоянно помешивать. Ждем, когда появятся большие пузыри. Сироп начинает закипать очень быстро, у меня не прошло и минуты. Главное его перемешивать. То есть появилось много пузырьков и они стали увеличиваться объемом. Перемешиваем. Дадим прокипеть где-то секунд 20-30. После чего сироп считается готовым. Сразу отключаем режим жарка. Еще раз перемешиваем. И сейчас будем тонкой струйкой вливать, одновременно взбивая. Сироп вливать будем в белки. То есть размешали. Все это делаем очень быстро. Итак, начинаем взбивать на небольшой скорости и тонкой струйкой будем вливать сироп. Одновременно взбиваем. В эту же белковую массу добавляем полторы чайные ложки лимона сока. И еще раз хорошо взбиваем. Это поможет сахару не кристаллизоваться. Итак, вот такая глянцевая глазурь у меня получилась. Осталось нанести ее на кулич. Я ее наношу не очень тонким слоем. Сохнет она дольше, чем обычная белковая глазурь. Сверху кулич украшаем разноцветной посыпкой. Из остатков теста у меня получились вот такие булочки. 10 штучек небольшие. При желании их можно украсить оставшейся глазурью. В принципе, булочки вкусные без глазури. Давайте разрежем кулич и посмотрим, как он выглядит в разрезе. Вы видите, кулич еще горячий. Вот так кулич выглядит в разрезе. Как вы видите, он получается пористый. В нем есть и орехи, и изюм, которые распределились равномерно по всему тесту. Обязательно попробуйте испечь кулич на сметане. Думаю, многим этот вкус придется по душе. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. С наступающей вас Пасхой! Приятного чаепития! И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!